Вкусно, уютно, доступно! Вернули квартиру вдове ветерана. Пригородный суд встал на сторону жительницы села Покровская, которую внучка оставила без жилья. Ураган, прошедший в Нижнем Тагиле этим летом, начинает приносить пользу городу. Службой городского хозяйства предложили неординарное решение проблемы с валах поваленных деревьев. Нижний Тагил масштабно отметил День города 295 лет. Самые яркие моменты праздника в репортажах наших корреспондентов. Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Алла Кузнецова, готовы рассказать о главных событиях понедельника и минувших выходных. И теперь обо всем по порядку. Тагильчанка переходила дорогу на зеленый свет и попала под колеса автомобиля. ДТП произошло сегодня в 9 часов утра. Водитель иномарки сбил девушку 18 лет на пересечении улиц Первомайская и Газетная. Пострадавшая госпитализирована в третью городскую больницу с переломом правого поясничного позвонка и повреждением связок коленного сустава. Здесь бы хотелось еще раз напомнить правила проезда пешеходных переходов. Еще раз предупредить о том, что такая причина, как несоблюдение правил проезда переходов и непредоставление преимущества движения пешеходов при совершении маневра поворота является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Вернули квартиру вдове ветерана. Накануне пригородный районный суд встал на сторону жительницы села Покровское, которую внучка оставила без жилья. Сначала девушка забрала ключи, а затем продала квартиру, положенную бабушке как федеральной льготнице. В деталях дела разбирался Антон Исаев. Она меня убеждала, что все обманут, мы тебе все поможем, все сделаем. А я еще дура старая, правда поверила. Валентина Михайловна еле сдерживает слезы, до сих пор не может поверить, как ее могла предать родная внучка. В 2008 году вдова ветерана Великой Отечественной войны переехала в село Покровское. Родственники купили ей неблагоустроенный дом с печным отоплением. Водоснабжения и канализации нет. Валентина Михайловна думала, на время переехала в село. Постепенно, в силу своих возможностей, обустраивала домик. Год назад она получила сертификат на улучшение жилищных условий. Как федеральной льготнице ей положена квартира. Радостью Валентина Михайловна поделилась внучка, которая живет в Брянске. Та с супругом тут же приехали к бабушке. И они тут же приехали, и давай мне, ой да все сделаем, и бани построим, и то, и то, и то. И давай оформлять она мне все. Я говорю, мне надо, чтобы я здесь летом жила, а зимой, чтобы в квартиру могла уехать. Она все сделала, так и сделаем. При оформлении вдова ветерана подписала дарственную на новую квартиру. Внучка же обещала обустроить дом, но в итоге оставила родную бабушку с огромными щелями в стенах и недоделанной крышей дома. С приходом холодов Валентина Михайловна хотела переехать в благоустроенную теплую квартиру, но оказалось, внучка уже ее продала. У меня уже чуть не инфаркт взял, и все, и так и пошло. Она приехала, а я говорю, когда приезжала и даже не зашла, не сказала, что я продам или не продам, или там ничего. И вот так вот и получилось. Вдовею ветерана пришлось занимать денег у соседей, чтобы хоть как-то доделать крышу. Те деньги, которые бабушка отдала внучке якобы на благоустройство дома, 80 тысяч рублей исчезли. Топила день и ночь, чтобы не замерзнуть, признается Валентина Михайловна. Температура воздуха в доме не поднималась выше 12 градусов. На помощь бабушке пришла другая внучка, проживающая в Тагиле. Она и повела Валентину Михайловну в прокуратуру. Прокуратура пригородного района предъявила в суд, в Ленинский районный суд города Нижнего Тагила, исковое заявление о признании сделки договора дарения недействительным, основываясь на том, что в момент совершения указанной сделки бабушка не отдавала отчет в своих действиях и не могла руководить ими. Суд встал на сторону прокуратуры дарственной, подписанной вдовой ветерана войны, признанной недействительной. То есть квартира, приобретенная за счет сертификатов, вновь стала принадлежать бабушке. Сейчас решается вопрос с аннулированием сделки и продажи недвижимости. Решение суда в законную силу пока не вступило, но все участники процесса уверены, решение о возвращении жилья должно стать окончательным. Сейчас Валентина Михайловна пока живет в домике в Покровском, но зимой намерена переехать в свою квартиру. В итоге хочется сказать только одно – старшее поколение. Наши бабушки и дедушки не заслуживают того, чтобы с ними так поступали. Берегите своих родных. Антон Усаев, Любовь Шевченко, Павел Соложнин. Новости. Тагил-ТВ. Еще одного руководителя предприятия в Нижнем Тагиле будут судить за невыплату зарплаты. В Тагилостроевский районный суд передано дело в отношении директора ООО «Строймаш». Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с декабря 2014 по апрель 2015 года он допустил невыплату зарплаты 20 сотрудникам на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Директору грозит до трех лет лишения свободы. Основной вид деятельности «Строймаша» – сдача в аренду строительной техники. Добавлю, а еще в пятницу стало известно, что директору Нижне-Тагильского завода теплоизоляционных изделий Денису Кокорину предъявлено окончательное обвинение в совершении ряда экономических преступлений. Об этом сообщает Свердловский следственный комитет. Евгений Куйвышев принял участие в форуме жителей сельских территорий Свердловской области, сообщает Департамент информационной политики губернатора. Подобное мероприятие прошло впервые. Были подведены итоги, проделанные в последние годы работы по развитию села, намеченные дальнейшие цели. В форуме приняли участие более 200 делегатов, представляющих почти 2000 сельских населенных пунктов региона. В своем выступлении временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области напомнил, что с 2008 года реализуется программа «Уральская деревня», благодаря которой удалось добиться положительных результатов, в частности, в производственной сфере. В последние годы именно аграрный комплекс демонстрирует наиболее быстрые темпы своего развития. И одна из причин – это систематическая, весьма серьезная поддержка отрасли из областного федеральных бюджета. И мы дальше будем продолжать наращивать поддержку. В этом году на поддержку сельского хозяйства Свердловской области будет направлено 7 миллиардов рублей. Евгений Куйбышев отметил – приоритеты в финансировании должны меняться. Первоочередное внимание следует уделить улучшению качества жизни людей. Считаю своей важнейшей задачей – создание достойных условий жизни для и отдыха, и работы сельчан. Люди, живущие на селе, имеют право на качественную медицину, образование, на современные дома культуры, доступное жилье, хорошие дороги, детские сады. За последние три года в сельских территориях введено в эксплуатацию 33 тысячи квадратных метров жилья. Построено более 36 километров новых автомобильных дорог, 272 километра газопроводов. Большое внимание уделяется развитию сетей лечебных учреждений и привлечению медицинских кадров. Сохранению школ, строительству детских садов, проинформировал глава региона. Но сделанного недостаточно. Комплекс дальнейших мер предусмотрен программой «Пятилетка развития» на 2017 и 2021 годы. Алексей Алексеев, Павел Соложнин, Новости, Тагил-ТВ. Награды нашли героев. Накануне глава региона Евгений Куевышев вручил 15 тагильчанам благодарственные письма за высокий профессионализм и большой вклад в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Напомню, речь идет об устранении последствий июньского урагана. Среди награжденных главный инженер компании «Тагилэнергосети» Игорь Павлюков. Как принимали оперативные решения, чтобы ситуация в городе стабилизировалась в кратчайшие сроки? Репортаж Никита Полякова. В тот июньский день никто не знал, чего ждать от надвигающегося на город урагана. Но уже в разгар стихийного бедствия сотрудники «Тагилэнергосетей» понимали, что работа предстоит серьезная и решение надо принимать оперативно. Вместе с электричеством пропала и связь. Это был выходной день. На рабочем месте оставался только дежурный. Персонал филиала самостоятельный. В это время как раз связь не работала, какое-то время после урагана. Персонал у нас прибыл самостоятельный. Люди ответственные. Пришли на работу. Я организовал бригады. Галорийно-остановительные. И сразу же начали восстановительные работы. Вечером на восстановительные работы вышли 4 ремонтные бригады. А на утро воскресенья на улицах города их работало 16. На помощь приехали и специалисты других подразделений компании из разных городов области. 120 тысяч человек без света. Несколько микрорайонов и поселок Северный оставались обесточенными. Уже в первые часы после урагана энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 95% домов. На оставшиеся 5 ушло около двух дней. Главный инженер Тагилэнергосетей Игорь Павлюков принимал непосредственное участие в ремонте линий. С такими объемами за 20 лет работы в филиале он не сталкивался ни разу. Была полностью отключена городская больница номер 4, объекты водоснабжения, канализации. И первые усилия были направлены именно на восстановление электроснабжения социальных объектов. Длинный световой день позволил энергетикам работать почти 20 часов в сутки. За высокий профессионализм, проявленный при устранении последствий урагана, Игорь Павлюков награжден благодарственным письмом губернатора. Еще двое подчиненных удостоились грамот мэра города. И шесть человек получили премии предприятия. На вопрос, стала ли папина профессия примером для его детей, будут ли они в будущем запускать ток по проводам, Игорь Владимирович с улыбкой ответил, что у него две дочки и девочкам нужна другая профессия. Никита Поляков, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. И в продолжении темы. Ураган, прошедший в Нижнем Тагиле, этим летом начинает приносить пользу городу. Службы городского хозяйства предложили неординарное решение проблемы свалок поваленных деревьев. Какой именно, узнал наш корреспондент. В администрации города нашли применение для незапланированной древесины. На сегодняшний день в разных районах города организованы три временные свалки поваленных ураганом деревьев. На рабочем совещании начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко доложил главе города Сергею Носову, что есть пять мобильных установок, готовых дробить деревья в щепу. Получившаяся щепа будет использована для благоустройства рекреационных зон города. Хорошая идея администрации города. Дерево, экологически чистый материал, он подходит для благоустройства. Те места, где отдыхают жители от городской суеты, слушают шелест листвы и пение птиц, будут насыщаться свежим запахом древесины. Чуть меньше месяца и жители начнут наблюдать, как объемы свалок уменьшаются. Заместитель главы администрации города Константин Захаров поясняет, те места, куда были вывезены деревья, выбраны не случайно. Именно туда же зимой ввозят снег и свалки должны быть очищены. Это некий стимул быстрее разобраться с поставленной задачей. Напомню, что 3 июня ураган унес в Нижнем Тагиле более 2,5 тысяч деревьев. Уже приняты меры и совсем скоро эти свалки будут переработаны с пользой для города. Никита Поляков, Вадим Мусков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Новости итоги дня в эфире Тагил-ТВ и мы продолжаем. Юбилейный 295-й день рождения отмечал Нижний Тагил в минувшие выходные. В разных районах открылись десятки игровых и концертных площадок на любой вкус и возраст. По праздничному городу прогулялся Сергей Трупанов. Первая половина дня для самых маленьких. В этот день города юных тагильчан ждали сразу две крупные площадки. Уже привычный Киндерград и открывшийся впервые Театрград. На театральной площади дети осваивали профессии. От врачей и пожарных до столеваров и конструкторов бронемашин. Здесь же можно было познакомиться и с новинками в мире книг. Центральная библиотека организовала парад встреч с писателями. Как помирились кошка с собакой. Вы, наверное, знаете, все прекрасно, что кошки с собакой у нас обычно ругаются, дерутся. А тут вдруг раз и помирились. Вот как это у них так получилось? Ну вот подумал, подумал и придумал, как они так помирились. В сквере, где расположился театральный город, можно было попробовать себя в роли гримера и мастера декораций. Центральная площадь Театрграда – сцена, где шли спектакли до самого вечера. А на главной сцене Киндерграда у фонтана выступали детские танцевальные коллективы. Весь город шумит. Даже пасмурная погода и легкий дождь не стали помехой тагильчанам, чтобы выйти на улицу. С каждой сцены, а их минимум пять только в центре города, звучат поздравления с 295-летием города Нижний Тагил. Не стало исключением Элисия гора, где празднование дня города проходило под лозунгом «Отдыхай на высоте». На большой горный пикник заглянули молодожены, которых поздравили с их личным праздником, а также любители киноискусства. На большом экране шел показ немого кино под аккомпанемент живой музыки. Примечательно, что День города в этом году совпал с Днем физкультурника. Основная часть праздничных турниров, включая и традиционные игры по стритболу, прошла в спорткомплексе «Президентский». Парад соревнований открыл глава города. Очень знаково, что они проходят здесь, на фоке «Президентский». И никакая погода «Президентскому» не страшна. Мероприятие состоится, спортсмены у нас есть, поэтому хорошо вам отдохнуть и отпраздновать. С праздником вас! Центр города тоже не обошелся без спортивных мероприятий. Увлекательное шоу в парке Бондина устроили любителей силового экстрима. Участникам предлагалось одолеть нестандартные и очень тяжелые снаряды. Бревна, автобус или хотя бы шину грузовика. Стрителю видят более современные упражнения, которых даже в принципе в России таких не выставляют. Это перенос мешков, перенос колодцев, бревен, тяга у нас по крышке идут. То есть те упражнения, которые даже мы раньше не делали и не делали в принципе в России. Испытание силы проходило на фоне десятков парусов. Нижний Тагильский пруд покоряли любители яхтенного спорта со всей Свердловской области. Сергей Трупанов, Михаил Корзняков, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. И действительно, День города отмечали не только на суше, но и на воде. На акватории Тагильского пруда проходили сразу два турнира. Кубок Уральских озер и открытый чемпионат города по парусному спорту. О состязаниях под парусами наш корреспондент Анна Хабарова. Только терпение и никакой спешки. Главное в парусном спорте – не скорость. На открытые соревнования, посвященные Дню города, приехали представители из Екатеринбурга и Пышмы. Выступать в день 295-летия Тагила, говорят, особенно почетно. Я занимаюсь третий год. Мне нравится здесь адреналин, знакомства новые. Пошла сюда мне. Летом надо было куда-то пойти, потому что все время сидела дома. И от родителей меня отправили. На акватории Тагильского пруда собрались 29 спортсменов в возрасте до 16 лет. Они соревновались в трех классах судов. Турист, кадет, луч. Общая длина дистанции, которой предстояло пройти участникам турнира – около 10 километров. Готовиться к выходу на воду школьники начинают заблаговременно. У нас вообще набор в сентябре проходит. Они просто знакомятся, что такое парусный спорт. Затем у нас идет общая физическая подготовка. Они учатся плавать. Это обязательно условие для того, чтобы они вышли на воду. Два раза в неделю у нас бассейн и зал. Два раза в неделю. Общая физическая подготовка. И с мая они уже выходят на воду. В Нижнем Тагиле чемпионат по парусному спорту уже стал традиционным. Прежде чем участвовать в состязаниях, юные тагильчане учатся в школе юнг. Там они изучают основы судостроения и морские узлы. Не только практика, но и теория помогает им побеждать в соревнованиях. Итоги достаточно неплохие. У нас ребята, которые только начали заниматься, за сезон с 11 места по области поднялись до 5. Это хороший положительный результат. Те ребята, которые занимаются долго, они в том числе брали первые места, например, на соревнованиях в Пышме. Победители городских соревнований получили кубки и медали. Анна Хабарова, Владимир Усков, Павел Соложнин. Новости Тагилтовая. Нынешний юбилей Нижнего Тагила по праву может называться самым ярким событием года. Много интересного ожидали тагильчаны после заката. Выступление приглашенных звезд на главной сцене, световое, лазерное и, конечно же, пиротехническое шоу. Праздничное свето-представление сюжета наших корреспондентов. Современное искусство не терпит ожидания. Потому авторы арт-проекта «Миростроение» первыми начали удивлять тагильчан игрой света и формы. На территории музея завода имени Куйбышева в рамках индустриальной биеннале был торжественно открыт цех психологической разгрузки. Я, конечно, хочу в первую очередь поблагодарить тех творцов, которые сотворили. Ну и нас с вами поблагодарить с начала почередного века. Гости цеха оценили проект по достоинству. Например, советник главы города, присутствовавший на открытии, нашла ему практическое применение. Историю промышленности города можно изучать в том числе через такие необычные формы при общении к культуре. Поэтому, мне кажется, почему нет, очень интересно. И вообще современные технологии и подобного рода вещи они ведь есть и в столичных городах. И мне удалось побывать во многих из них. Я думаю, да, это интересно. Тем временем солнце ушло за горизонт. Новыми цветами заиграла главная сцена праздника возле КДК «Современник». С 9 часов вечера тагильчане могли наблюдать, как лазер выводит в ночном небе число 295 и поздравления с праздником. Большая часть горожан танцевала под хиты приглашенной немецкой группы «Арабески». Приятно удивил тагильчан и Нижнетагильский цирк, продемонстрировав возможности новой современной подсветки зданий. Кульминацией Дня Города стало поздравление главы города Сергея Носова и богатое пиротехническое шоу над Нижнетагильским прудом. С днем города! Я люблю вас! Сергей Трупанов, Михаил Корзняков, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. К другим темам. Всегда на высоте. Машинистки Кранов показали свой профессионализм на корпоративном конкурсе «Уралвагонзавода». С одной из участниц пообщались наши коллеги со студией подготовки программы УВЗ. На высоте, как в своей стихии. 14 лет Ольга Пышминцева работает машинистом Крана. В литейном цехе «Уралвагонзавода» она перевозит различные грузы и, в первую очередь, ковши с горячим металлом. Недавно Ольга приняла участие в корпоративном конкурсе профессионального мастерства. Заняла второе место. В ремонтно-механическом машинистки отвечали на теоретические вопросы, перевозили ведра с водой, забрасывали туда мечи и ставили мелкие грузы на место. Самое сложное для Ольги было пройти змейку. Там углы острина была подъехать, краны-то чужие. Тележка другая была. Мне кажется, она сильно разгоняется. А когда я уже поехала с ведром, мне кажется, вообще медленно. В третий раз Ольга Пышминцева боролась за победу вместе с заводчанками разных предприятий. В конкурсе свои умения показывали восемь машинисток. С УВЗ, Челябинского тракторного и Урал-Криомаша. Коллеги Ольги понимают, как волновалась призерша. Особенно на новой машине. Ну это очень сложно, очень сложно. Тем более первый раз. Человек приходит, ну и, соответственно, само нервное напряжение, психологическое. И все это сделать. В следующем году Ольга Пышминцева вновь хочет принять участие в корпоративном конкурсе и взять первое место. Дарья Камчатова, Дмитрий Дуплинский, Елизавета Докукина. Студия подготовки программ Урал-Вагонзавода специально для новостей Тагил-ТВ. И в завершении выпуска необычная новость. Тагильчанин нашел таинственный объект вблизи перевала Дятлова. Радиолюбитель Валентин Дегтярев обнаружил, по его мнению, ныне заброшенный бункер военного назначения в непосредственной близости от места гибели туристической группы в 59-м году. Нейтронное оружие в 59-м году как раз очень усиленно во всем мире разрабатывали. Оружие это необычное, не ядерное, оно тактическое, оно оставляет целыми все предметы, но при этом убивает живую силу противника. Где испытывать? Испытание на объектах каких-то других, оно довольно затруднительное, поэтому Северный Урал очень подходит к этому. Если группа Дятлова попала в 59-м году, 2-го февраля на перевал Дятлова, в момент, когда там произошел на перевале взрыв небольшого тактического боеприпаса нейтронного, они получили облучение, обязательно получили. Сильнейшее облучение, скорее всего, несовместимое с жизнью с первой минутой. Они получили облучение световой волной, то есть они потеряли зрение, ориентацию, дезориентировались. Они получили тяжелые травмы, баротравмы и прочее. То есть наличие травм, когда их скрывали, объяснимо тем, что была мощная ударная волна. Вторая теория, которую я уже сегодня говорил, я имею в виду о том, что, скорее всего, может быть отравление какое-то получили. Тут же газ радон, какие-то радиоактивные элементы, которые разлагаются. Газы сернистого характера, то есть сернистый газ, может угарный газ какой-то поступает из-под земли. Тем более там горы, а сами понимаете, почва в горах, она довольно такая рыхлая, и плюс там еще выходят различные соединения. Могли получить отравление на самом перевале. Мы продолжаем награждать наших телезрителей за самые актуальные, злободневные, а также позитивные новости. Лучшим, по мнению редакции, на прошлой неделе стало сообщение Юлии Краснокутской о маленьком празднике микрорайона Северный. Сюжет вышел в пятничном выпуске новостей. Исполнился ровно год со дня открытия новой парковой зоны в микрорайоне Северный, чему мы очень рады, которая стала излюбленным местом отдыха для детей и взрослых жителей. Большое спасибо вашей телекомпании за возможность делиться актуальными новостями, гордиться своим городом и отмечать все позитивное и лучшее, что происходит у нас. Юлия, ваша новость на прошлой неделе стала лучше, поэтому мы дарим вам сертификат в магазин «Меркофе и чая». Благодарю вас, очень приятно. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Вкусно, уютно, доступно. Кафе узбекской кухни «Тандырная» приглашает отведать сочные кебабы, аппетитные шашлыки, плов, самсу. Торговый центр «Малина», первый этаж. Олмед. Лечение варикозной болезни как искусство. Медицинский центр Олмед. Более 20 лет специализируется на лечении варикозной болезни. Весь август скидка на лечение 11%. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 401207. Спутнику не удалось завоевать Кубок Уралвагонзавода. Четвертый предсезонный турнир по хоккею завершился в выходные на площадке дворца ледового спорта имени Сотникова. В остром финальном матче в Сухую со счетом 4-0 тагельчане уступили стюменцам. Бронзу увез она на малую родину. Руднинская «Горняк» по итогам спортивных состязаний лучшим вратарем признан игрок Рубина – Егор Назаров. Его одноклубник Егор Попов – лучший нападающий, а приз лучшего защитника достался нашему земляку – Ион Георгию Костеву. Официально «Бобры» откроют сезон 9 сентября. В рамках первенства БХЛ им предстоит первая встреча с Челябинским челметом. Ежегодная всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» вновь прошла в Нижнем Тагеле. На этот раз гости в погонах и представители общественного совета посетили лагерь «Солнечный». Соревнование приурочили к празднованию Дня физкультурника. В рамках Дня физкультурника в лагере прошел ряд мероприятий, в том числе открытые Малые Олимпийские игры. Финальным аккордом стала спортивная эстафета, организованная полицейскими. Вместе с ними школьники размялись, а затем вышли соревноваться на футбольное поле. Участников команд кричалками и аплодисментами активно поддерживали болельщики. После подведения итогов юные спортсмены получили сладкие подарки. Такова была информационная картина дня. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 и в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на Тагил ТВ 24. Кроме того, новости Тагил ТВ можно увидеть и на канале ТНТ в 7.30 утра. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51. Или пишите на сайте tagildefistv.ru. Спонсор рубрики новостей от телезрителя – пиццерия «Есть пицца» на Дружинина, 28. Ждем ваших сообщений. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok